Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Катя, и сегодня у нас с вами первое видео, ну получается уже второе видео беременности с ответами на вопросы, которые вы мне задавали в инстаграме, вот, потому что, естественно, я прекрасно понимаю, что это достаточно такая, знаете, весомая часть жизни, в жизни большинства женщин, и поэтому многие хотят узнать, что, как, зачем, почему, у кого как все протекает, у кого как все проходит, естественно, возникает тысяча один вопрос у уже рожавших, у еще не рожавших, беременных, еще не беременных, уже не беременных, в общем, вы поняли, надеюсь, мою мысль, поэтому я постараюсь ответить на все вопросы, которые, грубо говоря, обобщенные, потому что, естественно, очень многие задавали очень похожие вопросы, поэтому я их обобщила, грубо говоря, в какие-то определенные темы, и на эти темы я постараюсь ответить. В какие-то, естественно, дебри я совсем лезть не буду, и сразу хочу оговориться, название лекарств я постараюсь вам никакие не давать, просто потому что хочу, чтобы вы все согласовывались исключительно со своим врачом, это очень важно, потому что многие из нас, когда что-то начинают колоть или болеть, лезут в интернет, выбирают лекарства, но беременность совсем не в то состоянии, когда можно своевольничать, когда можно выбрать что-то по интернету, по каким-то там отзывам и всему прочему. Я вам скажу, какие витамины я принимала, и на этом все, именно поливитамины, потому что, по сути, витамины, именно поливитамины не могут сделать какой-то прям, знаете, такой супер урон организму, вот, а все, что касается повышения, не знаю, гемоглобинов, магниев и всего остального, тут уже лучше все-таки будет вам советоваться со своим врачом. Как я поняла, что я беременна? Да, честно говоря, не могу вам сказать, что я прям, знаете, вот у меня прям осенило, и я прям поняла, это вообще история была очень такая, своеобразная. Как вообще началась вся, не то, что началась вся эта история, но вы прекрасно понимаете, да, что женщина, нет, есть женщины, которые понимают, что они беременны, я не из этих женщин. Сразу хочу сказать, то есть, у меня произошла абсолютно другая ситуация, я делала тесты, там, наверное, где-то дней за 5 до начала критических дней, делала электронный тест, он сказал отрицательно, я такая, ну, и, в принципе, отличненько, дальше пьем курим, ругаемся матом, наслаждаемся жизнью. И тут, наверное, спустя буквально дня 3 я была записана на стрижку, был великолепный, прям сейчас, помню, осенний день я шла с великолепным настроением после стрижки, и когда я ехала домой, я просто нереально захотела спать, вот, серьезно, очень сильно. Чтобы вы понимали, я никогда днем не хочу спать, я, есть два варианта, когда в моем нормальном состоянии я сплю днем, ну, в смысле, в небеременном состоянии. Это когда я либо болею, либо когда я на море, и я вот очень много плавала, активничала днем, и я вот могу поспать днем. Все. Третьего серьезного варианта мне дано. Я ехала в машине, думала, блин, я так спать хочу, я просто практически умираю, еле-еле доехала до дома, и тут я понимаю, что там до начала критических дней остается, наверное, дня 2 где-то, или день вообще. Думаю, ну, сделала-ка я это на всякий случай тест, а у меня оставались обычные тесты, не электронные, и тест показывает две полоски, ну, крестик. Я пользовалась исключительно тестами Клеоблог, потому что я не люблю другие тесты, мне они не нравятся, и вот, как бы, не мое это. И показывает крестик, и я стою, и я теряю дар речи, я начинаю набирать Диме, Дима не берет трубку, я набираю Маше. Маше, Маше, я, ну, как бы, я и скидываю фотку теста, и, как бы, набирая Маше, она там вся в поздравлениях, радостная, веселая, все, все дела, поздравляет. Я говорю, подожди, я говорю, ну, может, реально бракованный тест, на такой же людям попадается, хотя у меня ни разу в жизни такого не было, но вдруг, ну, всякое реально бывает. У меня осталось второй тест, я думаю, ну, ладно, нужно, наверное, выждать, там, хотя бы два часа еще, и сделать еще раз. А, Дима, кстати, когда не отвечал, чтобы, ну, ладно, я сейчас еще подальше расскажу эту историю прекрасную, насколько я не романтичный человек, и вот, все в таком вот духе. Сори за сумбур, я не готовилась, просто мы с вами болтаем, ну, вот, я вам рассказываю, так как вот, 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 вот мне вот на душе лежит. Ну, так вот, Машка поздравляла, значит, говорит, ну, ладно, перезвони мне, когда сделаешь второй тест. Я, наверное, часа через полтора делаю второй тест, и второй тест тоже показываю две полоски. Я понимаю, что ошибка, она уже практически невозможна, да, то есть, это такая вероятность, которая равна, я не знаю, там, наверное, один процент, да, в плане ошибки. Ну, и все, в принципе, на этом я не то, что смирилась, я сделала еще пару тестов после, я купила электронный тест спустя три дня, у меня как раз началась уже задержка. Я купила электронный тест, электронный тест, да, подтвердил, что вы там беременны две-три недели, и, в общем, можете наслаждаться жизнью. Вот, ну, и после этого я, естественно, сразу записала к своему гинекологу, сразу поехала к гинекологу. У меня на тот момент был, как это сказать, мой врач по гинекологии, она всегда при осмотре, она всегда делает внутренний УЗИ, поэтому я к ней сразу записалась. Приехала, она подтвердила, что, да, беременность есть, мы еще пару раз потом делали УЗИ для того, чтобы понять, маточная она вне маточная, ну, потому что сами прекрасно понимаете, что вариантов развития событий реально масса, после того, как вы даже увидели две полоски на тесте. Вот, потом подтвердилось, что она маточная, точнее, сначала появилось какой-то желточный мешочек, потом подтвердилось, что маточная, потом мы увидели с рецепиением на пятой неделе, и вот, в принципе, и вот сейчас у меня вот уже, мне осталось сколько ходить, наверное, где-то два месяца. Вот, многие спрашивали второй вопрос, как я рассказала Диме, вы удивитесь, у нас не было, я вообще человек очень неромантичный, в том плане, что мне надо бывает романтичное настроение, когда охота, знаете, куда-нибудь там вот поехать, сделать там пикник, поцеловаться, пообниматься, но в целом я человек такой обычный, вот прям вот совсем обычный. И поэтому я Диме просто скинула фотку теста и написала, я говорю, кажется, мы беременны. Потому что, как вы помните, начало истории было в том, что я звонила Диме, а он не отвечал, а у меня как бы начинали ручки-то уже трястись, потому что я одна это не вывезла. Такую новость. Я вообще не представляю, как девушки могут хранить в себе этот секрет, значит, вот ждать какие-то там вот тесты, значит, вот делать какие-то вот, не знаю, там шарики, там или там киндер-сюрпризы, типа ты скоро станешь папой, это не мой вариант, серьезно, мой вариант по делу, прям сразу, прям с лета, прям в лоб. Вот, а Тима мне потом рассказывает, он говорит, я иду на работе, не могу тебе ответить, потому что я в этот момент нахожусь с человеком, с которым я разговариваю по работе. Он говорит, смотрю на смс-ку, и в этот момент у меня начинают подкашиваться, ноги заплетаться, язык, такое ощущение, как будто меня чуть ли не, не знаю, там что-то там разбило, не буду просто говорить обозначение, не знаю, какие болезни, которые могут разбить человека в похожем состоянии, дабы не накаркать. Но, Дима говорит, я был просто в шоке, и мне, естественно, Дима потом перезванивает спустя какое-то время, и говорит, я все понял, типа дома поговорим. Вот, и я просто ждала его дома, и вечером он приехал с опозданием, я думала, ну все, наверное, поехал бухать, позвонил друзьям, сказал, что холостяцкая жизнь, все точно уже закончилась. Но нет, оказалось, что он просто заезжал в Азбуку вкуса, покупал мой любимый торт, покупал пирожные, приехал, меня заобнимал, зацеловал, ну и вот как-то так. Вот, поэтому не могу вам сказать, что это какая-то мимими история или еще что-то, но вы знаете меня, если вы смотрите меня давно, вы знаете, что я не человек, который вообще мимими. Ну, у меня бывает реально такое настроение, но это бывает настолько крайне редко, это бывает настолько прям вот уникально. И это всегда все равно остается очень, ну, в узком кругу нашей семьи, да, с Димой. Вот, правда, скоро нужно будет говорить нашей семьи не только с Димой, но и еще с одним человеком. Это к этому тоже нужно будет привыкнуть. Следующий вопрос, было страшно ли, когда я узнала? Честно говоря, да, когда я узнала, вообще, ну, у меня было огромное количество опасений и страхов по поводу беременности, по поводу того, как она будет протекать, по поводу того, что я буду делать с ребенком. Потому что, ну, одно дело просто забеременеть, да, в целом тут много-то ума, не нужно. Но другое дело, готов ли ты стать родителем? И могу вам, наверное, сказать со всей ответственностью, что я до сих пор не могу вам ответить на 100%, типа, я настолько хочу ребенка, что я хочу стать родителем. И в этот момент меня пнули и сейчас в живот великолепно. Просто потому, что мы это с подружками очень часто обсуждали. Мне кажется, что беременность и вообще рождение ребенка тот процесс, к которому нельзя быть на 100% готовым. Потому что ты никогда не знаешь, что в итоге получится. То есть ясен пень, да, что в итоге вы получите ребенка. Но ты не знаешь, каким он вырастет, хорошим, плохим, все ли будет в порядке со здоровьем, хорошей ли будет генетикой, выстрелит ли хорошая внешность, или ему придется сразу с детства копить на пластические операции. Ну, я, конечно, утрирую на данный момент. Вы понимаете, что мой юмор, он такой, он своеобразный. Вот, но серьезно, нельзя быть готовым просто потому, что ты это никогда не испытывал. Мне кажется, что легче немножко дается вторая и там третья беременность, просто потому, что ты примерно понимаешь хотя бы, что с этим человеком уже делать на опыте первого, да, ребенка. Но так как у меня такого опыта нет, так как это моя первая беременность, и будут мои первые роды, и будет мой первый ребенок, поэтому, конечно, у меня страхи были. Мне кажется, что это вообще нормально бояться чего-то нового, потому что, ну, никто не говорит о том, чтобы принимать это без воодушевления, но бояться и опасаться, это нормально. Это вообще такой, знаете, инстинкт самосохранения, защитный инстинкт. Вот. Я все свои страхи, опасения обсуждала с подругами, частично обсуждала с мамой, потому что у меня мама, почему частично, потому что у меня мама человек достаточно простой, типа, ну, мы же вас как-то вырастили, и никто ни о чем не думал. Были вообще 90-е, жрать было нечего, и все, видишь, как все выросли, и все хорошо. Вот. Естественно, наше поколение, оно такое более, на мой взгляд, нежное, особенно, когда ты привыкаешь жить в собственном комфорте, в комфорте, который ты сам себе создал, и ты понимаешь, что ребенок – это огромная ответственность. Это не просто вам завести собаку, которая через 12 лет, если что, ну, в любом случае, там, 12-15 лет, и собака, она умирает. Ребенок – это ответственность на всю жизнь. И я это прекрасно осознаю. Я прекрасно осознаю, что придется себя отдавать полностью, да, и что ты теперь не будешь один. То есть, есть вариант, конечно, сбагрить бабушке, полететь отдыхать, но ребенок – это навсегда с тобой. Это, с одной стороны, и очень радует, что ты никогда больше не будешь один. Ну, одна именно в моем случае, да, потому что, ну, я девочка. Но, с другой стороны, это безумно пугает, потому что ты привык, когда ты можешь в тишине, в квартире находиться, вот, свой распорядок дня, как хочется, и не утратить на кого больше эмоций. Вот, но на данный момент просто, почему я так здраво рассуждаю? Многие написали, типа, вот, у тебя там остался здравый смысл. Ну, потому что меня, во-первых, не накрыло какой-то волной прям, знаете, суперских гормонов. Во-вторых, потому что, ну, опять же, я к решению вообще того, чтобы завести детей, да, многие говорят, нельзя говорить завести детей, вот, типа, заводят только собак. Ну, я говорю завести ребенка, потому что я альтернативного какого-то слова в своем обиходе еще не привыкла использовать. В общем, к тому, чтобы подойти вообще к вопросу о детях, я думала об этом, ну, реально очень долго. То есть, это реально осознанное решение, это решение, к которому мы пришли оба вместе с Димой, и мы оба довольны результатом на данный момент, да, понятное дело, что, опять же, все, что угодно может произойти вообще в течение жизни. Но на данный момент мы счастливы. И, блин, просто я не могу вам сейчас с сияющими глазами об этом говорить в плане счастья, потому что у меня начались проблемы со сном, в том плане, что тяжелее стало намного спать, плюс изжога как бы не делает, знаете, меня супер хэппи прегнант, не знаю, чик. Ну, что такое? Поэтому как-то вот так. Я надеюсь, что на вот эти вот два вопроса я ответила. Давайте, наверное, пойдем по следующим, потому что иначе я сейчас вообще улыблюсь, в итоге не отвечу на многое, что хотела. Планировали ли вы беременность, если да, то как готовилась? То есть сюда включается, принимала ли ты витамины до беременности, проходили ли вы анализы, там все прочее, мы вообще никак не готовились. Мы просто решили, а почему бы не попробовать в удачный день. Единственное, что я сделала, это тест на овуляцию, и то за полгода до этого, и таким образом я просто знала, в какой день у меня овуляция. Все. Потому что овуляция в среднем, она не гулящая, ну, как бы у каждой женщины, в том плане, что если вы сделали тест, у вас, например, на одиннадцатый день, то очень велика вероятность, что в последующие циклы и на одиннадцатый день каждый раз будет овуляция, там максимум плюс-минус, там один-два дня. Вот, поэтому это все, как мы готовились. Я знала, что у меня все в целом в порядке со здоровьем, потому что я не так давно проходила диспансеризацию, вообще нужно всем проходить диспансеризацию. Димас тоже в целом постоянно озабачивает системой своего здоровья, поэтому мы оба знали, что нет такого, что внезапно что-то произойдет в плане именно каких-то открытий по собственному здоровью. Вот, и все. Если вы считаете нужным готовиться к беременности, принимать там фолиевые кислоты и вот все вот это, пожалуйста, welcome. Но у меня, как видите, и так все сработало, и вопрос, зачем лишний раз организм, если что, грузить какими-то лишними добавками, если он и так в целом способен все сделать сам. Какие витамины принимала? У меня вообще сейчас огромный список витаминов, не витаминов, а даже добавок, то есть у меня сейчас получается, мы отменили как раз-таки поливитамины, которые для беременных, и добавили мне дохрена всего, по-другому даже сказать не могу, у меня просто великолепный мой врач-гинеколог, я ее просто обожаю, делиться сразу скажу не буду, потому что у нее просто охренительная очередь, и я не готова ей делиться, просто потому что она уникальная, и попасть к ней я потом еще хочу, может быть со второй, ну я не хочу зарекать поводу второй беременности, потому что я сейчас к этому вообще морально не готова, но хотя бы просто на осмотры в плане гинекологии, я бы к ней очень хотела попасть, а у нее и так огромная очередь, она и так зашивается. Вот, беременность, кстати, я веду платно, и выражать я тоже планирую, если что, по контракту. Так вот, я полностью доверяю своему врачу, я пью практически все, что она мне назначает, что-то, конечно, я забываю, за что я получаю потом втык, но она мне все назначает очень грамотно, очень аккуратно, на данный момент для своего организма я пью штуку для повышения железа, потому что у меня чуть-чуть совсем ниже железа норма, она говорит, нет, все равно нужно пить. Пью также йод, еще что магний, магний вообще показан всем беременным, мне кажется, у меня он супер показан активной форме, потому что у меня там что-то плохо усваивается, в общем, он нужен для синтеза чего-то там. Я, как вы понимаете, я стараюсь особо там супер не вникать, потому что я врачу в этом плане очень сильно доверяю. Так вот, магний, железо пью, пью витамин D, сейчас мы сократили дозировку, потому что уже весна, и, соответственно, я уже получаю витамин D нормально от солнышка, оно у меня достаточно нормально синтезируется. Также я пила кальций, сейчас еще повторяю курс кальция, потому что болит вот это лонное сочленение, и мне это очень причиняет большой дискомфорт, а после курса кальция мне становится полегче. Вот, еще что-то я принимаю, что, честно, не помню, потому что я эти препараты купила вот буквально, ой, я эти препараты купила буквально два дня назад, и еще не успела даже их как таковой попринимать. Ну, чтобы вы понимали, вот этот вот вроде бы страшный список мне добавили только недавно, потому что уже как бы организм, он такой работает на износе, и уже подходит потихонечку, там, какой, уже восемь месяцев поедет, то есть осталось ходить два месяца, и получается, что организм работает на износе, и уже нужно ему кое-что добавлять для того, чтобы потом не пожинать, скажем так, плоды печальные, в плане именно восстановления собственного организма. А до этого в целом я пила только поливитамины, которые мне назначил тоже мой гинеколог, мне назначили артамол, артамол это немецкие витамины, и не покупайте их, если вдруг вам просто тоже их назначит врач, покупайте только в интернете, не покупайте в 36,6, они там есть, огромное вообще количество, есть витамины артамол, они никак не подделаются, потому что они везутся только из Германии, витамины стоят достаточно дорого, но я с ними чувствовала себя реально вообще супер фреш. Они просто в аптеке 36,6 в основном продаются, если в розницу, они стоят там 11 тысяч, 11 тысяч на них не стоит отдавать, потому что это вообще как бы совсем не то, в интернете их можно найти за 5, за 6, реально это их реальная цена, потому что я заказывала их и здесь в интернете, и заказывала у маминых подруг, которые привозили их из Германии, была довольна и теми, и теми, потому что короче нет других витаминов, кроме артамола, то есть в том плане, что вы не нарветесь на подделку, вы если их покупаете, то вы покупаете сразу оригинал, вот, это что касаемо поливитаминов, я знаю, что многим девочкам назначают какие-то там российские витамины, но моя врач в этом плане была достаточно так серьезно настроена, говорит, давай вот ты возьмешь сразу хороший, и вот в принципе будешь себя чувствовать отлично, и так правда и произошло. И я еще принимала витамин D3 в течение всей беременности, потому что я человек, у которого есть витилиго, как известно, у людей, у которых витилиго, витамин D3 очень плохо усваивается, и очень плохо удерживается в организме, и за счет этого как раз-таки быстрее-быстрее вымывается кальций, вот, поэтому я еще принимала витамин D, вот, это что касаемо витаминов, следующий вопрос был, рожать, страшно ли рожать, где рожать, контракт, не контракт, будет ли Дима на роду, давайте вот этот вот прям вот блок, скажем так, расскажем уже, по поводу родов, я планирую рожать по контракту, потому что мне так легче, хотя я человек, да, из Москвы, то есть у меня по идее московская прописка, я могу, пожалуйста, в любой роддом приехать и сказать здрессить, у меня схватки, в любой роддом меня примет, но я человек в этом плане более замороченный, мне нужны, скажем так, внешние атрибуты, образно, то есть мне нужно хорошее к себе отношение, мне нужны гарантии, мне нужны конкретные врачи, но самое главное, я хочу, чтобы у меня было нормальное посещение, я хочу совместные роды, я не говорю, сейчас насчет, кстати, вот Дима при родах, да, то есть вот муж на родах, это очень такая щепетильная тема, и это как с грудным вскармином, и как с прививками, на эту тему можно дискутировать бесконечное количество часов, с человеком, у которого мнение отличается от твоего, но я скажу свое мнение, я считаю, что муж на родах присутствует должен, но, внимание, только до поток, вот во время поток, лично для меня, это опять же, если у вас муж присутствовал от и до, и перерезал боповину, да и слава богу, что ему понравилось, и все прошло хорошо, но я считаю, что мужчина актуален, ваш, либо мама, либо, не знаю, там подружка, но муж, конечно, в привилегированной такой, находится какой-то, касте, просто потому, что вы делали это вместе, и пускай он тоже видит, как вам больно, что как бы это не просто так, типа, достается, вот ты выходишь уже с кульком, и такая счастливая, и красивая, ни хрена подобного, это нужно вообще пройти через это, вот, почему я хочу Диму Народу, помимо того, что я только что описала, я очень сильно заморочена, в том плане, что я не хочу брать себе личную, скорее всего, акушерку, потому что личный акушер стоит дополнительных денег, и для этого в целом есть как бы муж, то есть муж, ну, не для того, он не заменит, естественно, акушерку, и сейчас вы понимаете, к чему я, он, если что, может позвать врача, он может трезво оценить, со стороны, ваше состояние, насколько вам хреново, он может посмотреть все показатели на мониторах, не расшифровать их, просто посмотреть, и если вдруг что-то не так, то как бы выбежать и идти искать кого-то, он может принести вам попить, либо лед, если у вас там уже супер активная какая-то фаза, и самое главное, он может делать вам массаж, вот, поэтому, мне кажется, что ради этого стоит брать своего мужика с собой, ну, реально, тем более, этот процесс как бы такой достаточно был обоюдный, и продолжает быть обоюдным, во время поток вам уже нужен врач, вам нужно слушать врача, либо акушерку, как вставать, что, зачем вставать, и почему вставать, и на этом моменте, я думаю, как бы Диму, давай, до свидания, из палаты, иди кушай, наслаждайся жизнью, вот, думай о том, что дети приносят таинство, а я здесь помучаюсь, вот, ну, и, соответственно, сам процесс родов, мне кажется, что он настолько, дело не в интиме, вообще, слово интим, и таинство, я ненавижу слово таинство, серьезно, для меня слово таинство, это, знаете, это вот, это прям вот фу, я не знаю почему, у меня он ассоциируется с самым противным, каким-то вот событием в жизни, таинство, да, это лично мое мнение, сорян, так вот, насчет конкретно именно процесса родов, я понимаю, что я бы сама на это смотреть бы не хотела, поддержать человека во время, ну, тяжелой ситуации, да, такой, как схватки, раскрытие, там, вот это вот все, все, я готова, плюс, если не дай бог Кесарева, я бы хотела, чтобы Диме тоже сразу, ну, как бы, чтобы Дима наблюдал обязательно за ребенком, то есть, чтобы его там не поменяли, ну, свои заморочки забейте, вот, либо, если маму сразу увозят в операционную, если все становится сильно плохо, то тогда, чаще всего, младенца кладут, кстати, на грудь папе, вот, чтобы, ну, маме так как невозможно, так как она уже, там, ее почти теряют, вот, тогда кладут, но хотя бы на грудь папе, ну, так вот, и мне кажется, что процесс родов, он, ну, в целом достаточно такой, ну, такое, и своего мужика под это подсовывать, я бы, честно, не хотела, если он сильно захочет остаться, это будет на его совести, и это будет его решение, но, зная своего мужа, он не сильно захочет остаться, и слава богу, поэтому он, наверное, пойдет кофе, попьет чай, когда дитя у нас уже вылезет, и будет свеженький, чистенький, розовенький, радостный, ну, понятное дело, не будет радостный, он только что, в принципе, родился, вот, но когда и у меня, знаете, уже все будет под простыночкой, все будет аккуратно, и когда, ну, вот, ребеночек, он будет запеленованный, да, мы останемся еще, скорее всего, в родильном блоке, как и все большинство женщин, еще два часа, и вот тогда Димас войдет спокойно, я уже накрыта пеленочкой, уже жду, когда закончатся эти два часа, в принципе, пока сделают обход все врачи, и посмотрят, все ли там в порядке, вот, а Димас будет смотреть на гукующего, нового, на гукующего нового человека, ну, это в моем, знаете, идеальном мире, насчет эпидуралок, не эпидуралок, страшно ли рожать, мне рожать, честно, пикантно, вот, то самое слово, я не боюсь, как таковых родов, потому что, я это ни разу не испытывала, читать сказки, братьев грим, я не собираюсь, да, из разряда, ой, это была жесть, есть столько же таких сказок, из разряда, ой, да я чихнула, господи, он вылетел, вот столько же есть, вот, одних родов, да, и одних впечатлений от родов, и столько же есть других впечатлений от родов, вы никогда не узнаете, как будет именно у вас, потому что, роды проходят индивидуально серьезно вот вообще всегда об этом говорят все абсолютно и акушеры гинекологи вообще кто угодно у вас может быть широкий таз и идеальные вообще показатель но в итоге повезут на кесарево да потому что начнется не дай бог гипоксию ребенка могут быть отвратительные показатели вы может можете быть не за 45 килограмм веса очень узкий таз и в итоге родить как богатыря в 3 не знаю там в 3 900 в 4 500 как бы который выглядит еще будет на вас смотреть типа и где а где жрать мама вот поэтому никогда реально не предугадаешь вот так что я стараюсь себя настраивать очень бодрячком типа ну будет больно ну да ну будет больно поставим эпидуралку я не фанат вот этого вот я за супер естественные роды типа без эпидуральной анестезии я за эпидуральной анестезии я не верю что малышу там как-то становится настолько прям хреново что он вылезает и покрывает вас матом я верю в то что если у вас есть возможность и вы понимаете что от боли вы либо дальше выключите либо блеванете либо еще что-нибудь то лучше сделать эпидуральной анестезии просто для того чтобы не испортить себе впечатление самое главное не получить разрывы и всякие там чудесные вещи которые потом потом будут заживать очень долго вот поэтому если рода активность проходит хорошо и если все быстро сама все раскрывается и боль она терпима это вопрос на хрена эпидуралка я с этим полностью согласна точно так же как и с кесарем если вдруг понадобится экстренное кесаре сечение я не буду лить слезы и потом говорить о том что не буду говорить о том что потом я не выполнила главную женскую функцию я не смогла родить сама еще за бред главное получить ребенка все какими способами неважно главное не украсть все все остальное если ты его в итоге выносила и в итоге родила я не я считаю что все женщины рожают до которые были беременны которые бы были которые у которых было кесарево и которых были естественные роды а вот эти вот все слова типа кесарева это значит что не мать чё вы вообще о чем не мать это та которая ребенка оставила в роддоме вот это не мать а мать даже та которая ребенка этого взяла и воспитала мать это не это не это не просто вот как бы типа там какие-то определенные вы знаете пункты выполнены мать это немножечко ну лично для меня да это отношение к ребенку самопожертвование ради ребенка в определю в здоровой форме это очень важно здоровой форме самопожертвования и любовь и чтобы ребенок вырос здоровым счастливым в хорошей семье вот как то вот так давай блин ты наболтала уже на 9 на 20 минут пипец про покупки для малыша мы на данный момент купили только кроватку и купили вещи частично еще далеку еще не все но у меня про мне список вещей которые еще нужно по идее докупить и нужно конечно съесть это сделать нужно купить пеленальный столик так как мы сейчас на съемной квартире я не хочу знать покупать какую-то прям такую супер мебель которая ну который будет если что жалко да или там который тяжело потом будет перевозить честно стараюсь обойтись по минимуму просто потому что знаю что дети во первых очень быстро растут во вторых ты всегда если что сможешь что-то докупить благо сейчас 21 век и доставки приходят максимум в течение недели а вообще в основном на следующий день вот поэтому как то так бросила курить когда забеременела да конечно я не курю не пью все беременности честно говоря я этому безумерно рада и я не пью но не курю я понятное дело да почему а ну я знаю что беременным можно там легко пол бокала вина или даже бокал вина в неделю и не парится но мне просто совсем не хочется у меня настолько и то что отвращение к алкоголю но я вот настолько как-то не понимаю ради чего то есть в итоге на пицца у меня все равно не получится расслабиться как бы тоже не получится но я просто не настолько напряжена и как был тогда вопрос в целом зачем пить просто при губить виноградный сок я в целом и виноградного сока могу спокойно попить самое тяжелое время самое тяжелое во время периода беременности но это токсикоз и вот сейчас начиная с последние два месяца тяжело ходить тяжело дышать вместо у диафрагмы конечно сокращается я постоянно подзадыхаюсь не хватает воздуха а потому что естественно матка занимает всю полость уже будет пузо моего вот ну и честно говоря уже прям спать совсем тяжко потому что просыпаешься перевернуться и постоянно ходить в туалет ну в общем не весело мне вообще в целом период беременности не нравится если можно было ребенка получить каким-нибудь другим способом типа реально там аистом не знаю там генной инженерии какой-нибудь наверное я бы это даже сделала потому что беременность лично для меня это это блин я могу назвать реально как бы как минимум три прекрасных состояния женщины когда она была более счастлива ну лично для себя да это не знаю там ты лежишь на пиле на пляже и пьешь опироль либо пинаколаду ты лежишь на ойл массажей и тебе просто делать офигительный ойл массаж и ты не знаю там едешь на свидание да к человеку с которым ты недавно познакомилась ну вот их когда-то влюблена ну а во время беременности тебе по факту три этих вещей вообще не светит серьезно вот не опироль как бы нельзя ни на пляже особо нельзя ни на массаж нельзя а беременный массаж он такой себе поэтому не хотели ну я как бы я понимаю что это безусловно очень интересный период в моей жизни но не могу вам сказать что я тащусь от беременности именно вообще в принципе от вот состоянии мне когда честно я никогда не трогала чужие беременные животы и ну один раз мамины один раз мои подруги риты и один раз неким по-моему трогала то есть я никогда вот не меня нет этого я не восхищаюсь беременными женщинами теперь я просто сочувствую точно так же как и себе когда я их вижу мне прям не хочется сказать держись я с тобой я я знаю насколько это нелегко так ходишь в бассейн нет не хожу пользовалась ли подушка для беременных она со мной я сейчас сижу и я на нее положила живот и мне хоть как-то я могу таким образом высидеть в не супер удобно лично для себя пользе честно думал что подушка для беременных та еще туфта но у меня тут друзья открыли ну занялись подушками для беременных да их продают они таки кать блин ну как бы может ты вот возьмешь и просто поймешь нужно на тебе или нет и я поняла что вот до седьмого месяца смысла его лично для меня нет особо до покупать потому что ну чувствуешь себя нормально и спишь целом нормально ну как бы не таких каких-то как это правильно сказать дискомфорта чувств дискомфорта а на седьмом месте становится просто невозможно то есть у тебя живот уже должен на что-то ложится либо упираться что в тебе было комфортно поясница затекает и постоянно переворачиваешься да желательно что-то обнимать именно руками и ногами что при этом не жарко и и поэтому я в восторге от своей подушки для беременных и она гипоаллергенная и с этим с холофайбером и она такая мягенькая и лиловая я ее очень сильно люблю обязательно если что на инстаграм все равно выставлю пост где я убрала потому что ну вы знаете я честно у меня друзья очень многие что-то открывают но я очень редко рекомендую что они открывают серьезно но вот эта вот штука прям вообще от души делаешь губы и другие уколы красоты время беременности нет это противопоказание во время беременности но опять же почему мы не потому что у вас ребенок родится уродом а потому что на беременных не проводятся никакие тесты испытания это негуманно ни одна здоровая беременная женщина в том плане что в здравом умении даст на себе проводить никакие опыты да и непонятно что потом типа будь с ее ребенком точно так же как и по поводу лекарств в целом большинство лекарств никак не влияет на беременность но так как не делают тесты на беременных легче написать нельзя во время беременности чем попытаетесь на себе исследовать как лучше литературу читаешь для ребенка от прочитала одну книжку комаровского для себя установил некоторые пункты которые интересны и с некоторыми пунктами не согласилась посмеялась над ними ну лично от себя ничего не имею против людей которые поклонники хмаровского на мой взгляд у него достаточно консервативный такая такой подход лично для меня вот и я больше за европейские вообще системы ну за европейскую систему подхода к воспитанию и к уходу за ребенком типа чем меньше обращаешь внимание тем в принципе все лучше и выходит но это на данный момент опять же вдруг не накроет какой-нибудь волной гормонов и тоже буду капать все грудное молоко в глазки берете на рекламу детский товар спасибо доберу а почему нет смысл отказываться я блогер да если я считаю что товар кола крутой я могу посоветовать женщинам которые могут это использовать в своей жизни ну соответственно дав беременность либо не знаю там потом с малышом если это круто тар почему они мне рассказать людям имя мы не выбрали еще я мы с димой в итоге решили так что мы имя выберем у нас есть набросок типа из десяти имен а и выберем наверное там за недели две дороги до придут до пдр а там сократим список до пяти дальше когда родится на кого будет похоже темы назовем но средства еще нужно будет прочитать эти значение имен хочешь рожать сама или кесарева уже в целом ответила что как бы да я за естественные роды но он если что-то пойдет не так то я буду слушать только врачей надеюсь не все видосы будут проберены кстати очень хороший скажем так не то что вопрос а именно скажем так крик души ребят я постараюсь я постараюсь делать хотя бы контент 50 на 50 потому что да безусловно это на данный момент моя огромная чайня и неотъемлемая часть жизни но самое главное я понимаю что моя аудитория тоже выросла моей аудитории уже не станет совсем интересно смотреть про тысячу одну помаду как бы из бюджетного сегмента либо люкс сегмента и уже даже интереснее смотреть какие-то покупки для малыша и что-то такое но мне все естественно тоже и ты и и мне это интересно тоже так как я в это вхожу сама и я буду делиться с вами в любом случае вот но я очень надеюсь что косметика с нами останется потому что я свой блог начинала как блог о красоте как блог о косметике именно как отзывы и хочу продолжать точно так же и дальше просто потому что не знаю мне это до сих пор интересный до сих пор нравится я до сих пор радуюсь не знаю там новым помадам кремом и всему остальному но теперь я радуюсь еще и розовым вещичкам тоже самый главный был кстати вопрос естественно кого же мы ждем мы ждем девочку вот ждем я про забыл честно говоря хотел сказать в начале видео получилось в итоге что в конце сорян я честно не специально просто увидела что как раз таки стоит кроватка и вспомнила что нужно хотела заказать розовые бортики и тут выпыла да мы ждем девочку я была я была настроена честно 50 на 50 меня вот спрашивала маша постоянно ну вот кому ты больше будешь рада девочки или мальчиком мальчиком отставить игры я буду рада и тому и тому просто потому что я знаю что с девочками сложнее в плане ухода и гигиены с мальчиками легче с девочками легче договориться в том плане что они быстрее становятся чуть более самостоятельными с мальчиками сложнее они в этом плане более таки капризули и более маменькие на сынки девочки любят больше обычно папа мальчики любят обычно больше мам я вам говорю из того что я знаю из того как у нас ты в семье до работала но за что я люблю девочек больше за то что с ними можно и в marvel поиграть в принципе и розовых принцесс каких-нибудь найти и ручки с блестками купить а в то же в тот же момент можно и на машинках покататься у нас мальчиками лучше не покупать им ручки с блестками если конечно они очень сильно захотят но надеюсь что не не захотят вот поэтому я была бы рада серьезные и тому полу малыша и тому полу малыша но у нас получилось только девочка как получится на деле мы пока еще не знаем бывали такие курьезные случаи когда даже при 4d у зи да 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 у вас там либо девочка либо мальчик а потом при рождении другой полу ребенка вот так что пока что скупая все розово-бежево-серые серые вещи естественно тянет на розовый саму даже больше стала тянуть на розовый и какое-то такое знаете очень веселыми ми-ми настроение вот так что такие вот дела я надеюсь что я ответила на все вопросы блин ссори вышло длинное видео но что поделаешь я вас всех очень сильно люблю если вы хотите больше таких болтологических просто видео обо всем пишите внизу вот что-то мы с вами давно так ну мы не с вами не болтали опять же потому что то токсикозы то потом нельзя было все это рассказывать ну не то что нельзя но не хотелось вот не хотелось делиться заранее потому что как-то было стремно вот сейчас уже не стремно сейчас уже ну как бы ну уже просто вот ждем я уже честно я уже жду родов потому что мне уже прям я на грани плане я игру я спать хочу нормально я заскучилась потому как спать на животе я соскучилась не знаю там стал все остальное как бы делаю меня больше напрягать просто то что тяжело ходить ты вообще вся такая громоздкая блин как беги чувствуешь реально дирижаблем вот серьезно вот поэтому прям только только из-за этого вот прям вот некомфортно вот я вас всех очень сильно люблю спасибо большое что вы досмотрели это видео всех целую и всем пока и и и и и и и и и